Три этапа, семь команд, 42 участника и всего одна хрустальная сова. На неделе на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи прошла первая игра зимней серии «Что, где, когда». Всего игра состоит из двух серий игр и финала, который пройдет в мае 2020 года. Отборочный этап игры прошел с периода с 16 по 18 ноября. В нем приняли участие 27 учреждений общего среднего образования. По второй этап серии игр вышли семь команд. Это учащиеся 9 и 11 классов, 27, 18, 31, 10 и 28 школ, а также 2 и 3 гимназии. По результатам жеребьевки в первой игре за право выхода в финал будут бороться команды 10 и 28 школ, а также 3 гимназии. Педагоги в своих протеже не сомневаются, в команды отобраны самые рудированные ребята и подготовка у них на уровне. Собрали команду самых лучших, ответственных ребят, чтобы действительно никто нас не подвел, в том числе и на интеллектуальные особенности смотрели. Выбирали по такому принципу, чтобы не в одной какой-то сфере они были лучшими, а чтобы ориентировались, конечно же, в разных сферах деятельности. Я поделился немножко своим опытом, я сам в свое время поучаствовал и в школьном этапе, и в республиканских соревнованиях. Сейчас мы постоянно играем из Габоню и просто рассказал, какие бывают вопросы, как себя вести на вопросах, как необходимо правильно распределить время. Команда гимназии номер 3 к игре готовилась ответственно. Ребята усиленно штудировали интернет-ресурсы и изучали научную литературу. Капитан Дмитрий Руденков в сборную набрал только самых-самых. Кто-то из них увлекается физикой, а кто-то с интересом изучает биологию и химию. Я очень интересуюсь каждой сферой влияния и сферой жизни, деятельности людей. И мне интересна любая сфера. Неважно, это касается таких предметов в школе, как географии, математики, физики или истории. Мне нравится во всех направлениях развиваться. Вопросы для школьников подобраны самые разнообразные. Они проверяют начитанность и общую эрудированность ребят. Кроме того, были и мультимедийные задания, а также традиционный черный ящик. Вопросы не ограничены школьными учебниками. Порой требовалось проявить смекалку и включить воображение. Внимание, вопрос номер 10. Всем известна картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Какая деталь внешности отсутствует у женщины, изображенной на полотне, в то время, как эта деталь есть у каждого человека. Первый день в напряженной борьбе победа досталась команде гимназии номер 3. Еще двое финалистов определятся в следующие две недели. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.